Дорогие зрители, с вами школа рукоделия, я Вика. Сегодня мы свяжем снуд к шапке. Видео на шапку в инфобоксе под видео в описании. Значит пряжа у меня в 50 граммах 133 метра, то есть 100 грамм 266 метров, акрил антипилинг, снуд этот я буду подшивать мехом флисом, поэтому вяжу достаточно свободный. Итак, плотность вязания у меня 24 петли в 10 сантиметрах, спицы 3,5 миллиметра и я набираю 160 петель. Набираю способом для резинки 2 на 2, который я тоже выложу под видео в описании, для детального ознакомления. Вот набираю 160 петель. Итак, 160 петель у меня набрано, теперь я один ряд вяжу резинкой 2 на 2, а потом соединю в кольцо. Так, число петель должно обязательно быть кратное 8, для вот этого узора, которым мы будем вязать. Поэтому на это обратите внимание, если вы будете вязать из другой пряжи, при другой плотности, просто чтобы у вас было число петель кратное 8. Вот я вяжу один ряд и потом соединю это все дело. Так, ряд я провязала, смотрите, теперь соединяем это все в круговое вязание и будем вязать по кругу. Сейчас пару сантиметров резинка вот здесь вот следите, чтобы не было перекручено. Вот последняя у меня изнаночная и вот эта вот петля, которая первая была, она тоже изнаночной. Я провязываю, поэтому узор все совпадает. Так, ну и далее вяжем по кругу резинкой 2 на 2. Так, провязала я 8 рядов. Сейчас нужно сделать дырочки для шнуровки. Это 3 сантиметра я провязала. Дырочки я буду делать через 6 петель. Вот у нас число петель делится на 8, поэтому дырка будет через 6, а седьмую и восьмую я буду провязывать вместе. Вот. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, седьмую и восьмую, две вместе изнаночной и накид делаем. Далее то же самое. 1, 2, 3, 4, 5, 6, две вместе изнаночной и накид. И так по кругу. У нас получится равномерное количество петель, в моем случае 20, ну, в вашем, в зависимости от вашей пряжи. И далее продолжаем резинка. Вот ряд 1 делаем дырки, а далее продолжаем. У меня 10 рядов резинкой 2 на 2. Теперь я перехожу на основной узор, который у меня начинается. 6 лицевых, 2 изнаночных. Вот я первый ряд так и вяжу. Подробно узор. Ссылка под видео в описании. И вы смотрите, как вяжется этот узор. Единственный нюанс. Там у нас платочная вязка для того, чтобы полотно было ровным. Здесь же вместо двух платочных петель у нас изнаночные петли. Разделяют эти косы. Так, смотрим узор. И кто вязал шапку, уже знает, как он вяжется. И продолжаем основным узором вязать. Так, вот так вот выглядит наш узор, девчонки. И высоту я провязала. Сейчас я скажу, сколько основным узором. 17 сантиметров основным узором. И сейчас, а всего у меня здесь 20 сантиметров. Сейчас я перехожу снова на резинку. И вяжу дальше резинкой 2 на 2. А ширину, сейчас вам измерю еще ширину для контроля. 20, ну, 24 сантиметра. Плюс-минус, да, 1 сантиметр. Где-то 48-50 сантиметров в окружности. Так, вот я провязала еще ровно столько же, сколько в начале. И теперь все петли буду закрывать. Закрою все петли, и тогда останется только шнурок. Так, вот такой вот он у нас. Смотрите, я закрыла петли. Вот сейчас нужно продеть вот эти вот концы, чтобы у нас было все аккуратно. Так, как я его потом еще буду подшивать мехом, то вот здесь вот у меня как бы все закроется с изнанки. Так, с одной стороны и со второй. Далее, что еще я сделала? Я связала шнурок вот такой вот из 4 петель. Под видео будет в описании ссылочка на видео, как подробно, как медленно, подробно, как связать такой вот шнурок. Вот, теперь я его примерно, видите? Сейчас я его разутюжу и посмотрю. Пока еще не буду закрывать вот эти вот петли. На всякий случай, вдруг мне придется вот довязать еще кусочек. Сейчас вот эту связанную часть я разутюжу. Сейчас измерю вам, сколько у меня в неутюженном состоянии, и сколько в утюженном потом, чтобы примерно понимать разность. В рабочем состоянии у меня здесь 77 сантиметров. И сейчас я это разутюжу. Так, вот я его разутюжила. Вот такую вот красивую форму он принял. Сейчас я его измерю. Метр 5 сантиметров. То есть на 50% он у нас вытянулся. Теперь, что я... Просто продену его в дырки, вот эти вот, которые мы делали. И... Далее завяжу, посмотрю, как оно будет. Я определюсь, нужно ли мне довязывать, или не нужно. Как раз и дырочки у нас все, как положено. Да, все у нас получается отлично. Ну, предполагаю, что придется мне довязать еще шнурок. Сейчас я... В этом виде на него посмотрю. А может быть, даже и нет. Ну, вот на этом этапе, девчонки, смотрите сами, как вам больше нравится. Наверное, я все-таки оставлю вот так вот, закрою все петли. И не буду я усложнять длинными шнурками в этом месте. Вот, а вы смотрите. В общем, 105 сантиметров мой шнурок, а вы смотрите сами. Так, шнурок вы сможете связать. Либо крючком, кому как. Девчонки, кому как удобнее, кому как больше нравится. Шнурок можно связать любой. Вот. В моем случае это спицами носочными. Очень, кстати, хороший способ. Он хороший. Можно связать шнурок и для толстовки. Заменить, допустим, шнурки. Вам нужно в капюшоне, в толстовке заменить шнурки. Вот, пожалуйста, себе свяжите и замените. Так, ну все, девчонки. В этом видео мы заканчиваем. Вот такой вот у меня снуд. Следующее видео подошьем его мехом. Сделаем из него такую теплую, русскую, для русской зимы вещицу. Вот. А на сегодня все. С вами была Вика из Школы Рукоделия. Всем пока-пока.